Что касается ГЭС, я ведь тоже убеждал и всех наших вождей там федеральных. Я говорю, вот у меня есть друг в Днепропетровске, Геннадий, ему сейчас 70 лет, сейчас больше, на Кроссмарше они все работали, ракеты строили и там, и там, Южмарш. Я говорю, Гена, как вы там живете по телефону? Ну, Володя, у нас в Днепривской, я говорю, теперь Днепривская стала область, а не Днепропетровская, Петра убрали, да, миллиона четыре населения там, ну, 3800, ну, сейчас не знаю, сколько, но это большое население, такое, как Красноярск, больше, чем Красноярский край. Володя, мы-то живем хорошо, у нас Днепрогэс есть, у нас на территории Днепрогэс, мы более-менее выживаем. Я говорю, Гена, а у нас 22 Днепрогэса в затычке на Енисеи, 22, ровно по количеству вырабатываем электроэнергии. И мы даже, как бы лучше бы ее не было, совсем тут у нас, и нам от этого не холодно, только жарко иногда, или наоборот холодно, то затопит, то засушит, то затопит, то засушит. И мы ни одного киловатта электроэнергии, кроме алюминиевого завода, не потребляем никогда с этой ГЭС. Китай, может, все кто угодно получают оттуда, но мы не получаем. И мы не получаем ничего и в бюджет. Так вот, чтобы справедливо это было, вы знаете, просто тогда новому правительству, или потом, которое после нас будет, не знают, куда будет девать им деньги вкладывать в развитие Хакасии, поскольку, ну это неправильно. Я действительно надеюсь выйти на самое высшее руководство страны, в конце-то концов. Ну или там надо заставить, включить все органы, которые отвечают за это. Я же ничего не требую. Я требую законного платы налогов, которые положены здесь, установленные законом Российской Федерации. Больше ничего. И здесь надо, чтобы исполнительная власть не трусила, жестко тут надо вообще требовать и заставить.